100 миллиардов тенге выделено в этом году на реализацию проекта Аула Манате. За счет этого в Казахстане планируют создать 18 тысяч новых рабочих мест, сообщил на встрече с жителями Актюбинской области заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. По его словам, регион является одним из лидеров по реализации программы повышения доходов сельского населения. Лайла Уесова продолжит тему. Жительница села Саржанцай Роза Шерембаева одна из участниц проекта Аула Манате. Говорит, благодаря ему ее семья обеспечена стабильным доходом от реализации яиц и мяса птицы. Многодетная мать воспользовалась льготным кредитом по 2,5% годовых и тоже занялась птицеводством, как и другие участники программы. Сейчас на ее подворье больше 300 кур и гусей. Продукцию поставляет сельский магазин в планах расширять свое хозяйство. Мы взяли 2 миллиона тенге, купили птицу. Если трудиться, то все получится. Сами из Каракалпакстана переехали, и там индюшек держали по 50-60 голов. И бройлеров разводили, а теперь будем дальше развивать семейный бизнес. Птицеводство – прибыльное дело, а льготные займы помогают встать на ноги. Еще дают кредитные каникулы на год. Мартугский район – лидер по реализации проекта «Аула Моната». На сегодня здесь одобрено 167 проектов на сумму 864 миллиона тенге. Сельчанам, не имеющим залогового имущества, выдают скот на основе товарного кредитования. Такие займы уже получили порядка 300 семей и будут погашать их полученным приплодом. В этот раз 5 крестьянских хозяйств передали жителям села Саржанцай еще 70 коров и овец. В Актюбинской области по проекту «Аула Моната» реализуют больше тысячи проектов на общую сумму 4,5 миллиарда тенге. За счет этого в сельской местности снижается уровень безработицы. При этом одна из первостепенных задач – обеспечение продовольственной безопасности. «Мы должны себя сами полностью обеспечить социально важными продуктами питания. И для этого мы определили потребности страны. В этом году выделили еще 100 миллиардов, строим 65 молочных товарных ферм. И будем в следующем году завершать финансирование. Еще 50 молочных товарных ферм – это то, что нам не хватает. 600-700 тысяч тонн молока, чтобы полностью обеспечить. Также 20 птицефабрик местного направления нам не хватает сейчас порядка 140-150 тысяч тонн мяса, курицы и овощехранилища». А вот для освоения земель проблемой остается дефицит воды. Серик Жумангари на встрече с населением сообщил, что для решения этого вопроса в ближайшее время планируется разработать дорожную карту. Заявки от сельчан, желающих начать свое дело, принимают в СПК Ахтыбе, который является оператором данной программы. Если говорить в целом по стране, то в этом году в рамках проекта Аула Манаты планируется выдать 17 тысяч микрокредитов и создать новые рабочие места. При этом основной акцент будет сделан на развитие птицеводства, тепличного хозяйства и переработку сельхозпродукции.